Привет, друзья! У меня сегодня тема необычная. Ну, как необычная? Самое, что есть обычное — телепатия. Вчера просто я выложила историю, что, ребята, давайте, кто хочет видеть, как мы мир творим, кто хочет осознать, как мы всё, что вокруг нас происходит, наблюдаем, почему мы это наблюдаем. Вот, и прорекламировала два моих курса. Базовый курс, который будет в сентябре и телепатии. Очень много вопросов личку на тему, а что это вообще такое. Мы с вами можем передавать информацию разными видами языков. Язык жестов, мимика, глазами, улыбкой, чувствами. И самый главный язык — это речь наша. Мы упаковываем информацию в слова. Мы эту информацию, которая в нашей голове есть, упаковываем и передаю её вам, вы эту информацию получаете и распаковываете сами её согласно вашему мышлению, согласно вашему опыту, согласно вашим знаниям, шаблонам, программам, убеждениям, что вы слышали, что вы видели. То есть вы её распаковываете, эту информацию. Но информация, она передаётся к вам запакованно. То есть один запаковывает, передаёт вам. Сам канал передачи информации называется «Телепатия». Вы можете передать информацию человеку, сказав ему несколько фраз, либо мимикой, либо жестами. Он её получает, для себя распаковывает. Вы можете передать информацию животному, живому и неживому объекту. Например, многие практикуют передачу информации в воде. Кто-то умеет делать, если понимает, как по этому каналу «Телепатии» передать информацию, может заговорить в воду, либо сделать талисман, который действительно будет приносить ту информацию, кто им воспользуется. Люди, которые умеют работать с этими каналами, их называют магами, медиумами, колдунами. Кого ещё мы можем обозвать? Те, кто умеет пользоваться каналами. Смотрите, информацию мы можем передавать и получать не только в прямом взаимодействии, но и с веком наших технологий, с помощью временных отрезков. Например, я взяла, записала свой голос, запаковала информацию и отправила его по телефону через мессенджер, а другой человек, рассказываю сейчас банальные вещи, чтобы просто начинали чуть-чуть доходить до этого, а другой человек может через день, через два, через три открыть сообщение, и до него дойдёт зашифрованная вами информация. Информация в словах, естественно, которую вы зашифровали, в интонации, в голосе. Мы можем передавать информацию не только голосом, не только жестами, не только мимикой, но и мысленно. И человек действительно может получить эту информацию, потому что мы связаны телепатически, на самом деле уже совсем с живым и с неживым. С каждой песчинкой на этой планете, живая, с каждым камнем, с каждым человеком, с животным, с птицей, деревом. Мы не научены с вами эти каналы чувствовать. Мы не понимаем, как по нему передать именно туда, куда надо. Мы не можем увидеть этот канал связи. У нас в голове на самом деле есть информация, и такая сила, такая мощь, которая, ну просто вы даже не можете своим сознанием осознать эту силу, которую имеет человек. Но мы эту силу в себе спрятали. У нас есть такие ключики, которые закрыли от нас информацию силу в виде страхов каких-то, потому что мы не знаем, как пользоваться этой силой. Вдруг эта сила выйдет наружу, а мы на самом деле, люди с вами, можем всё. И читать мысли, и передвигаться в пространство. Мы можем много чего с вами. Но наше сознание, пока не готово к этой информации, она у нас закрыта. Но в нашем мозге уже есть эта информация. Её тоже можно телепатически получать и расшифровывать с мозга другого человека, или животного, или растения, или со своего собственного. То есть телепатия — это такая всеобъемлющая штука. Если вы осознаёте вот этот канал связи, как его хотя бы прочувствовать, и как мы связаны по этому каналу, то вы можете получить доступ к информации, либо передать эту информацию. Люди, которые изучают эту тему, психологи, парапсихологи, какие-то, я даже не знаю названий таких профессий, вообще не знаю названий таких профессий, но есть люди, которые изучают, и очень много есть доказанных экспериментов, допустим, телепатически подают сигнал собаке, чтобы она пошла к пианину и нажала последовательно определённые клавиши, и сыграла собака, которая никогда не увидела рояль или пианин, просто подходит и начинает лапкой по клавишам бить там, где нужно. То есть ей передали эту информацию. Мы с вами телепатически связаны и всё время получаем информацию, и всё время её передаём, но делаем это неосознанно, и мы не понимаем, как это. У многих, у кого этот канал более-менее налажен с близкими родственниками, у нас связь телепатическая намного сильнее, потому что они ближе к нам, мы их воспринимаем как часть себя, поэтому эти каналы, они у нас более-менее там развиты, даже не знаю, как подобрать эти слова, и у нас часто включается интуиция рядом с родственниками, либо с близкими людьми, и мы понимаем, что нам сейчас любимая жена сейчас позвонит, вот я прям чувствую это, она берёт и звонит. Хотя, возможно, вы просто ей подали сигнал, либо она вам подала сигнал, что она вам позвонит, либо вы подали ей сигнал, она его поняла, сшифровала, и она вам звонит. И если вы этот канал нащупаете, прочувствуете, как вы связаны с живым или не с неживым объектом, то есть хоть чем-то вы его найдёте, с мамой наладите этот канал, у нас с мамой, с папой легче всего этот канал найти, если тренироваться и дать вам технику, то вы можете этот канал нащупать, и мама часто будет от вас получать такую информацию, которую вы хотите ей передать, и она сможет её расшифровывать. Если вы потренируетесь, с мамами проще всего, потому что у нас с ними хорошая такая связь, с мужьями тоже, с детьми тоже, с любимыми людьми, с собаками, с кошками у нас хорошая связь, на них можно потренироваться, а можно тренироваться на незнакомых людям. Когда вы можете ощутить канал этот телепатический и понимаете, каким образом мы связаны, тогда мы можем не только передавать информацию и получать её мыслями на расстоянии и вне времени послать сигнал, мы можем в будущее познать сигнал, мы можем в прошлое. Первое. Нужно осознать, что есть некие каналы, и вам нужно научиться их видеть и чувствовать, понимать, осознавать, осизать. Когда только вы этому научитесь, то у вас уже открываются такие способности, которые вы можете развивать. Парапсихология — это ясновидение, яснослышание, ясночувствование, ясно что угодно, потому что это даёт вам открытие. Вот кто-то говорит, там у меня третий глаз открылся. Вот это даёт вам ощущение такого могущества, когда вы можете сами осознать, что вам делать, какие техники принимать, как передавать информацию, как её зашифровывать, как её получать. Вы можете управлять даже людьми. И здесь такой вопрос, почему мы держим себя в страхе, что это типа невозможно, почему мы так не общаемся телепатически, хотя на самом деле очень часто мы общаемся. И сейчас люди получают доступ к этим телепатическим каналам, ясно понимание его. Получают люди доступ к этому, осознанно, неосознанно. Мы начинаем вдруг подумали о человеке, он звонит, подумали о чём-то, оно раз и приходит. Захотели что-то, оно раз через какого-то человека приходит. То есть мы по этим каналам отправляем информацию, и она тут же кем-то получена, и кем-то нам доставлена обратно в виде обратной связи. Мы это делаем пока неосознанно, пока мы не понимаем. Потому что у нас есть такой страх, что мы можем эту силу направить в разрушение. Это же плохо управлять другим человеком. Мы можем его заставить сделать что-то, а мы действительно можем это сделать. Развенчаю миф, что можно сделать что-то плохое, потому что это канал любви. Из любви, когда его можно открыть, если ты осознаешь, то, с чем ты связываешься, будь то камень, будь то человек, это часть тебя. Как ты можешь навредить себе? То есть этот канал в любом случае не может открыться людям с мышлением, которые могли бы навредить. Никогда по нему невозможно будет ни управлять, ни получать информацию, ни передавать её. Не откроется. Он закрыт у людей с мышлением, которые могут, в принципе, навредить сами себе и всему остальному, естественно, и направить это в разрушение. Этот канал открыть можно любому, кто не имеет такого мышления, которое могло бы навредить себе или другому человеку, потому что это канал любви. Канал, который связан, когда вы понимаете, что это тоже я. и тетрадка тоже я. Я могу оставить здесь информацию, и тот, кто будет взаимодействовать с этим предметом, он может получить эту информацию. Он просто её получит при взаимодействии, если я оставлю здесь информацию на неживом объекте. Но только в том случае, если я понимаю, что этот неживой объект я. Это не отдельно от меня. Я не могу этот канал создать отдельно от себя. Навредить мы никому не можем, даже если захотите, потому что этот канал будет для вас закрыт. Вообще, какие возможности могут открываться, если ты понимаешь, как этот канал открывать, как этот канал видеть, как этот канал чувствовать, как его вообще понимать. Если ты понимаешь и осознаёшь, мозгом это имеется в виду, понимаешь не мозгом, а вот здесь. Вот ты понимаешь, но это необъяснимо пока головой, наш ум пока не готов это объяснять, и не надо. Когда ты это чувствуешь, и ты можешь наладить эту связь, то что ты можешь делать? Считать информацию с человека, то есть его прошлое, его будущее, его мысли, на расстоянии, неважно, где бы он находился, в чём он одет, о чём он думает, какие у него эмоции, какое у него состояние. Ты можешь считать его информацию, точно так же ты можешь передать ему свою информацию, которую он, если готов, он может расшифровать. Если не готов, эта информация пройдёт мимо. Но ты можешь ему передать состояние эмоциональное, которое мимо него уже никак не пройдёт. Например, он грустит, а ты можешь сделать так, что ему не почему станет хорошо. Просто ты можешь передать ему это состояние, но тебе нужно будет войти в это состояние, наладить эту связь с человеком и передать ему эту информацию, и ему не почему станет хорошо. Работает. Это мы делаем каждый день на занятиях, и я это делаю на своих сеансах движения сердца. Передаю состояние. Можно считать информацию не только с человека, но с толпы. общее состояние толпы. Можно это состояние толпы найти в будущем, а можно найти в прошлом. Дело в том, что прошлое, оно тоже лежит в будущем, потому что точка наблюдателя здесь и сейчас, во все векторы мы смотрим. Мы даже и с точки сейчас смотрим как бы на прошлое, а оно в будущем, потому что точка начала сейчас. Мы можем считать информацию с прошлого и поменять это состояние. состояние толпы в прошлом, допустим, и оно изменится в настоящем, мы можем с вами передавать предметам информацию, либо считывать информацию. Передавать, обычно эта практика очень старая, у колдунов, у медиумов, когда можно наложить заплятие, ну не бойтесь этого слова, талисман сделать, передать информацию, либо передать информацию на воду, человек, который выпьет воду, у него может пройти голова, пройти какая-то боль, очиститься кишечник, я не знаю, с водой, экспериментов полно в интернете, про воду вообще даже говорить не буду, сказать ей спасибо, она расцветает красивыми снежинками, и каждый человек на самом деле уже давно, и вода источник передачи информации, да, мы каждый раз это слышим, вот, кстати, вы уже умеете это делать, наладить связь с водой, легко, даже просто поговорив, и тот, кто будет пить эту воду, он получит эту информацию, ну с водой проще, а вот как это сделать с снежевыми объектами, чтобы человек взаимодействуя получил эту информацию, это уже интересней, можно считать снежевого предмета, откуда он появился, что он видел, да, стать, нужно стать этим предметом, нужно стать, например, камнем или той горой, или тем деревом, и посмотреть глазами дерево, прочувствовать, что чувствует дерево, и ощутить, как менялась природа, как росли вокруг грибы, кто там ходил, что говорил, что там было, можно найти предметы, это вот возможности, которые открывает телепатия, можно найти предметы, которые давно потеряны, связь сначала, налаживаем связь с этим предметом, который потерян, и становимся этим предметом, мы начинаем ощущать этим предметом, мы ощущаем его плотность, твёрдость, цвет, гладкость, погружаемся в состояние этого предмета, становимся частью этого предмета, и можем ощутить окружающее пространство вокруг этого предмета. В зависимости, кем, чем и как вы становитесь, здесь безграничная фантазия. Если даже просто налаживая телепатическую связь, осознанно или неосознанно передать информацию, получить информацию, передать состояние, получить состояние. Можете влиять на прошлое и на будущее, можете разговаривать с растениями и понимать, что растению нужно, вот оно погибает, что нужно растению, что с ним не так, кошки, собаки, неважно, животные вы или нет. То есть способность раскрыть этот канал у человечества, я так думаю, раскрывать, имеется в виду, они и так раскрыты, мы связаны, начать осознавать, что они раскрыты и как взаимодействовать с этими каналами. Я так думаю, поколений 3-5 человечества сменится, и наше сознание уже будет, что мы будем общаться телепатически со всеми. Сейчас надо кому-то начинать с этого, нужно кому-то начинать, потому что в нас давно, давно, в нас всегда сидят страхи, что есть некая сила, мы сами эту силу себе заблокировали, потому что мы не понимаем, как ей управлять, нас может порвать просто от нашей силы. Мы сами себе блокируем нашу силу, чтение мыслей, видеть и слышать, управлять этой вселенной, нашей реальностью, потому что мы боги, мы творцы, мы творим эту реальность сами, и мы можем управлять. Наш мозг, всегда учёные говорили, на 95% спит, но сейчас уже просыпается, уже доказано, что уже на 100% начинает работать наш мозг, потому что мы начинаем просыпаться. Наша связь между нами и информация, которая была закрыта, она начинает просачиваться. Я думаю, что если с нас сейчас, нашего поколения, начнётся работа телепатически общаться, передавать информацию, то вот смена 3-5 поколений, язык нам уже просто не понадобится. Прикиньте, как круто! Это так классно! Что у меня будет на курсе? Это самый вопрос такой. Как ты за 2 недели можешь научить телепатически расшифровывать, зашифровывать, передавать, считывать информацию, узнать о человеке, о прошлом, будущем, посмотреть там, что будет через 100 лет, можешь ты это научить? Могу! Но что вот эти 14 дней мы делаем? Я хочу показать, как технику тренировать, налаживать связь с человеком, с животным отдельно, с растением. То есть у нас прям день будет. Как наладить связь с человеком, с растением, с животным, с неживым предметом, с погодными какими-то условиями, тот же прочитать ветер. Блин, прикиньте, прочитать ветер. Вы даже не представляете, что это вообще такое. Прочитать ветер или прочитать океан, считать информацию с океана. Ну вы просто представьте этот масштаб. Прочитать информацию просто с планеты Земля. Так просто. Это можно, всё можно делать. То есть дам техники. Эти техники надо тренировать. То есть мы попробуем техники, а вот то, что вам понравится, вы выберете, то есть это база, да, вы выберете направление, которое вам интереснее больше всего качать и тренировать потом после курса. Попробовать все эти техники и потом выбрать то направление, которое вам интересно. Столпы с прошлого, с будущего, с местности, любого поля. 90% работы вот этой двухнедельной будет без слов. Оно будет на уровне филипатии, как вы уже догадались. То есть даю задание утром, но при этом в чат ничего не писала. То есть у меня уже прошло несколько таких курсов, на которых мы классно опробовали это. И вечером мне сдают отчёт. И все получают информацию, ту, которую я передала. Ментально. То есть просто ментально. Не писала, что нужно делать. Это очень интересно, что все попадают в точку, потому что, ну блин, как тут не попасть. Даже это не главное. Считывать информацию. Либо передавать эту информацию, налаживать связь. Это вообще не главное. Главное на этом курсе — это то, что вы научитесь сверхчувствованию. Все хотят чувствовать этот мир. Мы пришли в этот мир только для того, чтобы чувствовать. Наше тело создано только для того, чтобы развивать в себе чувства. И чувствовать этот мир, чувствовать себя, познавать себя через этот мир. Но мы познаём себя через чувства. Внешний мир — это уплотнённая форма наших чувств. То есть наши чувства внутри нас, нас, богов, создают уплотнённую форму материальную, которую мы щупаем через внешнее. И таким образом познаём свои чувства внутри себя. Открываем каждый раз новые чувства, из которых мы состоим. И вот этот внешний мир — это уплотнённая форма наших чувств. Чтобы мы почувствовали, вы думаете, я чувствую этот стакан? Нет, я чувствую себя, потому что чувствую внутри меня, когда я трогаю вот эту штуку. И если вы это понимаете, упор на моём курсе телепати не просто играться в то, что мы сейчас начнём расшифровывать информацию, получать эту информацию, передавать, развивать ясновидение, яснослышание. Это не главное, это побочный эффект. Самое главное — это раскрыть в себе чувствование. Вот именно чувство. Мы себе с самого детства блокируем чувства, потому что мы считаем, что либо это плохо, либо это больно. А боль — это всего лишь сигнал нашего тела, показывающий нам, где мы себя там убиваем, замораживаем, где мы не идём в новое, не растём, не развиваемся, не живём, то есть не идём вот в жизнь. Боль — это просто сигнал, это наш блок, уплотнённая форма наших чувств, которых мы не выпустили наружу, она в нас внутри сидит и ноет, а мы подавляем эти сигналы, просто становимся бесчувственными. И уже там к какому-то периоду времени человек начинает менять тело, потому что он просто робот. Этот курс он прочувствовал. Вот именно раскрыть вот это, понимаете, раскрыть себе чувства, почувствовать себя творцом. Что Бог — это вы. Вы откроете в себе Бога. То есть не в церкви, не там на иконке ходить молиться. Вы откроете в себе Бога. То есть вы почувствуете, почему Бог — это вы, и почему всё, что вокруг вас происходит, — это ваших рук дело. И это не только ваших рук дело, но это ещё и вы. То есть вы — вот эта штука, понимаете? Вы — вот эта шторка. И даже кофта моя — это продолжение моего тела, а не просто отдельно от меня, это кофта. Общение телепатическое — это просто приятный такой подарочек, который просто вам даётся случайным, типа не случайным образом. Мы с вами уже эти каналы, мы имеем связь со всем, передаём, получаем информацию, но мы неосознанно и не понимаем, как это делается осознанно. У нас это всё типа якобы случайно. Интуиция пришла, я вот подумала. У нас уже вот такими кусочками-кусочками в нашу жизнь это приходит. А представляете, вы этим можете управлять и понимать, что вы делаете. Это выше пилота. Я сейчас решила передать телепатический сигнал. Запрос такой типа «пусть кто-нибудь напишет слово «красный»» или «чтобы я увидела красный». И Нелли взяла и подняла снова этот красный предмет. Вот, круто. Мы все можем способности с вами развивать различные. У нас такая сила, вы просто не представляете. Но наши убеждения, наши страхи, наши шаблоны, с которыми мы на курсах, это уже базовый курс, мы работаем. То есть мы стираем границы, которые препятствуют нашим желаниям. Перед нами чистый холст, а мы творцы, мы художники. Вот у нас есть в руках кисточка. Мы можем рисовать что угодно, любые наши желания. И они все уже присутствуют, нарисованы. Бери, внимай, получай всё, что ты хочешь. Но у нас есть ограничения в ГЭ. Блин, а вдруг не получится? Не, не буду. Не, не буду, кисточка, не рисуй. Не, 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 не надо. Нет, а может всё-таки нарисовать? Не, 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 я не буду. А вдруг не получится? А вдруг это будет некрасиво? А что подумают люди? А вдруг я не такую штуку нарисую, которую я хочу? А вдруг вот с десятого раза получится? А что мне девять раз выкидывать, что ли, целый холст? Это, прикиньте, я ошибку сделаю, и тут придётся выкинуть холст. У нас очень много. Блин, а у меня кисточка неправильная. Вот надо сначала получше купить, а потом я буду рисовать. Или что-то холст какой-то маленький. Может быть побольше или может поменьше. Интересно, сколько я потрачу на это времени? А может сначала покушать? Чё там, мне лень, а я устал. У нас вот этих мыслей, наших шаблонов дурацких, настолько много. Вы даже не представляете. В каждом слове у нас есть противоположность. Две стороны медали. И какая-то убеждённость в одну только сторону. И вот все эти убеждённости нам не дают вот эту картину увидеть целиком. Не дают нам творить. Не дают нам... Ну, мы сами себе не даём. У нас этих шаблонов куча. И чтобы связь была ещё со всеми, нужно эти шаблончики тоже убирать. Что не, я не такой. Я как Нелли не смогу. Либо я как медиум не смогу. Не, вот у всех в мозгах вот куча силы, а в моих мозгах нету. Вот эти убеждения надо тоже убирать. У меня не получится. Да и хорошо, что не получится. Пробуем, 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 пробуем. Получится. А, кстати, такой хотела... Расскажу такой прикол. В детстве... Два. Три. Я прочитала одну штуку. «Знание и сила». Такой был журнальчик. Вот. Из взрослых людей. У кого же взрослые дети, даже помнят такой. Журнальчик «Знание и сила». И там всегда расписывались паранормальные явления, какие-то технологии, которые... И опыты, которые используют какие-то там разные учёные. И один человек начал выкапывать яму. Причём это было ежедневно и фиксировано учёными документально. Он выкапывал яму каждый день на один миллиметр человек. И выпрыгивал, не сгибая коленок. Просто вот на ровной земле перепрыгнул через черту. Миллиметр было вырота. Он на следующий день опять перепрыгнул. Ну, это же легко. Эта яма на миллиметр получается меньше-меньше-меньше-меньше возможности перепрыгивать. Или как-то объяснить. Короче, она углублялась. И когда яма была уже человеку вот так вот, я не знаю сколько, я не помню этих цифр, я их не запоминала, они не нужны. Он спокойно выпрыгивал из этой ямы, потому что у него не было такого шаблона, что это невозможно. Его мозг привык монотонной, долгой, упорной работе выпрыгивать из этой ямы. Каждый миллиметр для мозга был незаметен. Углубляясь, углубляясь, человек вот так перепрыгивал. На основе этого эксперимента мы с подругой создали свой эксперимент. Это новость 2. Помните козла, когда человек, игра в козла на физкультуре в школе, человек вот так садится, ну там скручивается, а через него начинают перепрыгивать люди. Мы с подругой всегда участвовали в этих на утренниках клоунами и решили сделать номер к Новому году. Это было лето. У нас было полгода для тренировок. Мы тренировались каждый день, утром и вечером. Мы рядышком с ней жили, мы с ней. Чуть ли не ночевали вместе у друг дружки. То есть это моя любимая подруга Иришка с Камчатки. Вот. И мы здесь с ней сделали этот эксперимент. И мы каждый день полгода тренировались. Полгода монотонно. Приподнимались каждый день там на миллиметр. И когда мы на Новый год показали номер, мы просто стояли в полный рост. Вот представьте, в полный рост. Просто тупо стоишь, спокойненько сзади подходишь и перепрыгиваешь. А еще мы были в больших шляпах, потом одели шляпы. Прыгаешь, за плечи держишься и перепрыгиваешь. У нас не было страха. Если бы мы это не тренировали, каждый раз увеличивая эту планку монотонно и долго, был бы блок такой, страх в голове, блин, не могу, все, не могу. И вот эти вот страхи, блоки в башке, они тормозят вас к любым возможностям, к любой силе. Я к тому, что работайте со своим страхом, который вас тормозит, и ваши убеждения, которые вас тормозят. Прикиньте, нам же страшно взять вот и пойти сейчас на турники. Я там шею себе поломаю 100%. Но нужно начинать потихонечку с тренировочек. И тогда, возможно, я не поломаю себе шею. Но если поработать с головой и убрать вот эти блоки, что это невозможно. И просто повторить технику солнышка, как я в детстве крутила. Но если я начну сейчас тренироваться, то я смогу повторить эти действия. А если я поработаю с башкой, то я смогу без тренировки повторить эти действия. Понимаете, вот в чем вопрос. Надо работать с головой тоже. Для тех, кто физическими упражнениями занимается и хочет достичь каких-то таких интересных вещей, вот, блоки, тут надо убрать и тогда процесс комбо из вне, да, чтобы мозг... Вообще, внешние действия нам нужны только для того, чтобы в них поверил мозг. Не потому, что это действительно приносит результат. Нет. Внешнее — это всего лишь следствие нашего сознания, а не первопричина. Поэтому внешнее нам просто подтверждает тот факт, что у нас сейчас в мозгах происходит. Представьте, что вы просто себе внешним поможете расслабить мозг свой. А если вы можете его без внешнего расслабить? Представляете, как у вас увеличится скорость всего, то, что вы пытаетесь сесть на шпагат, там, через год я сяду на шпагат. Если вы поработаете с мозгом, вы можете сесть на шпагат и за три дня. Хотя многие... Я сейчас в качалку хожу, девушка сказала, можно и за день сесть. Преподаватель. Я, правда, не представляю, каким образом. Вот. Ну, наверное, если с головой поработать, вот так это можно. За день. Мне пока страшно, на шпагат садиться за день. Вот. Но если я поработаю, думаю, сяду. Я сейчас написала племяннице, чтобы она мне кое-что принесла. А она в этот же момент несет то, что мне нужно, мгновенно. Во, классно. У нас с вами связь, и вы зарядились энергией. Эффект сохраняется навсегда после курса, или надо постоянно проделать какие-то упражнения после? Очень хорошее. Замечание. Супер вопрос. Да, эффект не сохраняется, потому что его нужно поддерживать, проделывать упражнения. Сто процентов. Не получится так, что вы открыли канал, и теперь телепат. Нужно все время его поддерживать. Да. Когда вы натренируете со временем те вещи, в которых вам больше всего направления понравятся, вы все объять сразу не получится. Вы пойдете по какому-то одному направлению, или хотя бы два выберете. Там возможности, но они настолько безграничны, и вы в процессе курса поймете, в какое направление вам больше нравится. Вы начнете его развивать. У кого-то на десятое упражнение или на второй день после курса телепатии, на второй день, хотя у нас 14 занятий, на второй день уже открываются такие способности, что люди просто в шоке. И им даже их не надо развивать, потому что они уже встроены. Просто человеку немножко нужно было это понять, как он это делает. А он уже это делал. Представляете? Можно раскрыть то, что уже раскрыто, осознать это и делать это более осознанно. Там усилий, я думаю, не так много нужно будет с постоянными упражнениями. Но есть те вещи, которые нужно действительно развивать. И я не знаю, с какими способностями вы придете на курс, и что вы уже делали, что вы практиковали, что у вас получалось осознанно или неосознанно, насколько развита у вас интуиция, насколько вы доверяете себе, на какие шаблоны, есть ли у вас вообще страхи. Доверяете вы себе или нет? Если вы себе доверяете, с этим уже проще. Тогда вы уже в конце курса будете творить такие вещи, которые казалось бы вам таким сверхъестественным. Если вы себе не доверяете, то нужно еще поработать с вашим мышлением, с доверием себе и милу. Если вы всю жизнь блокировали боли, считали, что это пипец как плохо, и свои чувства, и у вас было хреновое детство, и вообще хреновая семья, и вы всех ненавидите, и живете не очень-то позитивно. С этим придется поработать, и это придется тренировать, и быть в самодисциплине. Вы можете посмотреть, у меня на канале Телеграм есть канал, девчонки писали свои отзывы, которые проходили мои курсы по телепатии. Причем там есть две девочки, которые проходили их дважды. На первом курсе они раскачивали одно, на второй курс пошли, и он им казался вроде то же самое, показался всем другим, и они вскрыли в себе совершенно другие вещи. И они об этом рассказывают. Там даже видно, от кого этот отзыв, вы можете лично написать любому человеку, который проходил мой курс, и спросить его, ну, практикует он там дальше или нет, какой он был там до курса, какой после. Вы можете спросить, какие способности открылись. Вы все хотите раскрыть чувства, все хотите раскрыть любовь, вы хотите понять, как это любить себя, как ощущать в себе творца, вы хотите принимать, как этот мир наш устроен, и как можно им, блин, осознанно управлять. Мы все это хотим. Вот курс телепатии, он, ну, просто раскрывает такие вещи, глаза на эти вещи. А дальше уже вы можете пойти на базовый курс, чтобы убрать свои шаблончики, которые вот мешают вот эту силу свою раскрыть, раскрывать ее бесконечно. Можете пойти там в хакерчат, где мы нон-стопом, программа за программой, программа за программой, просто щелкаем вот так, как орешки. Можете в закрытый пойти в инстаграме. Можете потом на курс болезни, истелять через себя, и отражение меняется, тогда это безопасно. А когда ты занимаешься техникой рейки, например, и лечишь другого человека, не понимая то, что он всего лишь твое отражение, то ты делаешь плохо двоим, и ему, и себе. Вот. Но когда ты понимаешь, то есть с каким сознанием ты это делаешь, разные результаты. Да, к тому же тренировка, это проявление твоего воли, иди и делай, даже если боишься. Круто, да. А я на шпагат так села, да-да-да, блоки в голове и только. Никак с мышцами не связаны, прикиньте. Подтверждение, подтверждение. Не надо, наверное, поработать со шпагатом, я даже и не думала. Вот у меня возникло желание сесть на шпагат, и даже подошла к своему тренеру, у которой я на растяжку хожу. Говорю, за сколько можно сесть на шпагат? Он такая, один день. Ты готова? Я говорю, нет. Он такая, ну ты на пару месяцев готова? Я говорю, да. А сейчас думаю, зачем я ставлю себе ограничения? У меня даже мозг не подумал о том, что просто можно поработать со своим убеждением. Вот сейчас прям смех вырывается, аж смешно.